Олигомедостатическая болезнь Согласно определению Европейского сообщества медицинских онкологов, олигомедостатическая болезнь — это метастатическое заболевание с ограниченным числом и размером очагов до 5, не обязательно в одном органе, которые потенциально полностью могут быть извлечены при помощи локального лечения. Согласно консенсусу Европейской организации по исследованию и лечению рака и Европейского общества лучевой терапии и онкологии, олигомедостатическая болезнь включает в себя 4 основные состояния. Олигомедостатическая болезнь — это синхронная олигомедостатическая болезнь, когда первичная опухоль и олигомедостаз возникают одновременно. Олигорецидив — это состояние после лечения полимедостатического заболевания. Олигопрогрессирование, когда прогрессирует, например, один олигомедостатический очаг на фоне системной терапии. И олигоперсистенция, когда олигомедостатические очаги остаются стабильными на фоне системной терапии. Важно понимать, что олигорецидив, олигопрогрессирование и олигоперсистенция — это не стабильные такие состояния. То есть у одного пациента одно состояние может перетекать в другое на фоне системной терапии плюс-минус локальные методы контроля. Также в классификации олигомедостатической болезни есть три фазы. Это ДНОВА — олигомедостатическая болезнь, то есть это впервые выявленная болезнь. Повторная олигомедостатическая болезнь — это лечная олигомедостатическая болезнь. И индуцированная — это когда пациент по поводу полимедостатического заболевания получил системную химиотерапию. И количество очагов метостатических сократилось до, например, пяти или меньше. Роль применения стереотоксической лучевой терапии в лечении олигомедостатической болезни доказана на примере проспективных и ретроспективных исследований. Одно из таких исследований — это САБРКОМЕД. Результаты представлены на АСТРО в 2018 году. В этом исследовании показалось, что при применении стереотоксической лучевой терапии в комбинации с системной терапией наблюдается увеличение выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. В исследовании принимали участие больные раком легких, раком молочной железы, колоректальным раком, раком предстательной железы и других локализаций. Но, несмотря на увеличение таких статистических показателей, как общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования, на фоне комбинированного лечения также увеличилась частота нежелательных явлений. Поговорим о применении стереотоксической лучевой терапии на примере различных биологических подтипов рака молочной железы. Начнем, пожалуй, с гормонопозитивного рака. На АСКО 2022 года представлено перспективное исследование второй фазы, которое показало, что добавление лучевой терапии к стандартной системной терапии не приводило к увеличению выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости у больных олигами статическим раком молочной железы. Мы видим, что не увеличилась ни общая выживаемость, ни выживаемость без прогрессирования на графиках. Это связано в основном с тем, что в исследовании принимали участие именно больные гормонопозитивным раком молочной железы. И таким образом можно сделать вывод, что стереотоксическая лучевая терапия не является методом выбора как метод локального контроля при олигами статической болезни именно у гормонопозитивных пациентов. Также представлены результаты ретроспективного многоцентрового анализа данных, которые показывают, что наблюдается увеличение медианной выживаемости без прогрессирования у больных гормонопозитивным олигами статическим раком молочной железы. В исследовании принимало участие 49 пациентов. 33 из этих пациентов получили методы локального лечения. Кто-то получил хирургическое лечение, кто-то получил лучевую терапию. В равной степени это было распределено между пациентами. На фоне применения методов локального контроля наблюдается статистически значимое увеличение выживаемости без прогрессирования. В группе комбинированного лечения это 30 месяцев, в группе системной терапии только системной терапии это 18 месяцев. Однако добавление методов локального контроля не приводит к увеличению общей выживаемости у данной когорты пациентов. В настоящее время проводятся исследования, посвященные гормонопозитивному олигами статическому раку молочной железы. Очень ждем их результатов. Что можно сказать о трижды негативном олигами статическом раке молочной железы? Было проведено исследование проспективное Е2108, в которое было включено 256 пациентов, которые получали системную терапию на протяжении 4-8 месяцев. И в случае отсутствия прогрессирования заболевания по данным контрольного обследования, пациентам проводилась ранняя местная терапия. Это полная резекция опухолей и послеоперационная лучевая терапия и продолжение системной терапии. Другая часть пациентов продолжала только системную терапию. Если мы посмотрим на этот график, то мы видим, что нет различий в общей выживаемости в двух этих подгруппах пациентов. Но если мы посмотрим на график первый с пациентами с трижды негативным биологическим подтипом рака молочной железы, то мы видим, что применение хирургического лечения значимо снижает общую выживаемость у данной подгруппы пациентов. В настоящее время именно по трижды негативному раку молочной железы проводится всего лишь одно исследование о комбинации стереотоксической лучевой терапии и иммунотерапии от эзолизумаба. Что можно сказать о HER2-позитивном олигомистатическом раке молочной железы? На АСКО 2023 года были представлены результаты ретроспективного анализа, в который было включено 998 пациентов, получавших лечение по поводу рака молочной железы. Олигомистатический рак молочной железы был выявлен у 113 пациентов, и у большинства пациентов наблюдалось метацетическое поражение костей. На данных графиках видно, что добавление стереотоксической лучевой терапии увеличивает как выживаемость без прогрессирования, так и общую выживаемость. При многофакторном анализе такие показатели, как HER2-позитивный статус опухоли, метастаз в кости и стратегия полного излечения, были достоверно связаны с увеличением выживаемости без прогрессирования. Однако только стратегия полного излечения была связана с увеличением общей выживаемости. Также были представлены результаты ретроспективного исследования долгосрочной выживаемости 483 пациентов с ДНО-метастатическим HER2-позитивным раком молочной железы. Пациенты получали системную терапию, и по достижению полного ответа пациентам проводились методы локального контроля – хирургическое лечение или лучевая терапия. Хирургическое лечение применялось в 57% случаев, лучевая терапия – в 59%. У пациентов, у которых был достигнут полный ответ, общая выживаемость через 5 и 10 лет составила 98%. Также у этих пациентов через 5 и 10 лет ни у одной пациентки не возникло прогрессирование заболевания. Чего нельзя сказать у пациентов, у которых не был достигнут полный ответ. Общая выживаемость через 5-10 лет составила 45,4%. В настоящее время проводятся 3 проспективных исследования, посвященные HER2-позитивному раку молочной железы. И последнее, на последней строчке, это исследование, которое проводится на базе МИД с онкологией МИД Петрова. Расскажу сейчас о нем немножко поподробнее. Клиническая апробация, комбинированное лечение больных HER2-позитивным олигометестатическим раком молочной железы проводится в 3 этапа. Первый этап – это амбулаторный этап, когда происходит обследование пациента и подтверждение олигометестатической болезни. Лучевая терапия и таргетная терапия – это стационарные этапы. И в последующем динамическое наблюдение за пациентом. Позвольте представить вам клинический случай пациентке 49 лет с диагнозом рак правомолочной железы, изначально СИТ2-0.0. Пациентка получила комплексное лечение, включающую в себя радикальную мастектомию, дивантную химиотерапию и гормонотерапию тамоксифена. У пациентки возникли метастазы в печени и костях, были подтверждены гистологически, подтвержден HER2-позитивный статус опухоли. Пациентка получила химиотаргетную терапию по схеме поклитоксела, тростозума, пертозума, на фоне чего был достигнут полный регресс и получала поддерживающую терапию тростозума, пертозума в комбинации с гормонотерапией тамоксифеном. На фоне этого лечения возникает олигомистатическое поражение печени и пациентка была включена в апробацию клинического исследования. Контрольное обследование пациентка выполняла после второго и после четвертого введения препарата тростозума-пентензин. Здесь мы видим обследование, которое пациентка выполнила после второго введения и после четвертого в динамике. Это МРТ органов брюшной полости. На первом рисунке очаг размерами 5 мм, на втором рисунке этого очага не наблюдается. То есть мы наблюдаем полный регресс очага в печени на фоне комплексного лечения. Пациентка получает таргетную терапию по настоящее время и признаков прогрессирования заболевания не обнаружено. Есть уже первые результаты у нашего исследования. Всего в настоящее время в рамках ХКИ получили лечение 20 пациентов. Стабилизация была достигнута у 9 пациентов, частичный ответ также у 9 пациентов и полный ответ был достигнут у 2 пациентов. Напомним критерии включения в исследование. Во-первых, это, конечно же, рак молочной железы и медстатическая форма, олигомедстатическая форма, ХЕР2-позитивный рак молочной железы, возможность облучения хотя бы одного из очагов, отсутствие поражения региональных лимфатических узлов. И в анамнезе должна быть терапия токсанами и тростузумабом. Перейдем к выводам. Итак, олигомедстатический рак – это медстатическое заболевание с ограниченным числом и размером очагов. До 5 не обязательно в одном органе. Потенциально излечимое при помощи локального лечения. Контроль над первичной опухолью не является обязательным, однако все медстатические очаги могут быть подвергнуты лечению. Истинный олигомедстатический рак характеризуется низким метастатическим потенциалом. Индуцированный олигомедстатический рак не обязательно обладает низкой метастатической способностью и больше является результатом системной терапии в комбинации или без локальной терапии. Для потенциально иммунокомпетентных опухолей – это 3-жды негативный рак молочной железы, ХЕР2-позитивный рак молочной железы, как было сказано ранее. Предпочтительно применение стереотоксической лучевой терапии как метода локального контроля. Однако добавление лучевой терапии к стандартной терапии у пациентов гормонопрезитивным раком молочной железы не приводит к увеличению выживаемости без прогрессирования или общей выживаемости. Мы очень ждем результата проспективных исследований, комбинации локальной терапии и системной терапии именно у пациентов в зависимости от различных биологических подтипов рака молочной железы. И также хотелось бы напомнить, что продолжается набор в наше исследование. Пользуясь случаем, хотелось бы всех пригласить на 10-й Петербургский международный онкологический форум «Белой ночи», который пройдет в этом году с 3 июля по 7 июля. И напоминаю, что 3 апреля заканчивается срок подачи научных работ на конкурс молодых ученых. Спасибо за внимание. Продолжение следует...